Всем привет! Мои котики кушают, завтракают. Матрешка пришла кушать. Папуну сняла. Ну ладно, вроде шовчики не дергает, я не стала ей надевать. Кузя ест. Кузя аппетит очень хороший. Персик немножко поел, вот вытащил пол, кусочек и ушел. А Рыжик сидит, вот чего-то ждет еще. Чего ждешь? Иди ешь, Рыжик. Рыжик. Красотуля. Такая стрижечка у него получилась. Волочками мягкие, шерстка. Теперь не жарко. Тельце такое горячее. Вот так вот ими трогаешь. Горяченький такой. Ну, у кошек же температура тела выше. Ну, я очень рада, что матрешка начала кушать у нас хорошо. Она вчера ласка поела, я ей грудку давала куриную. Все хорошо звучит. Всем доброе утро. Тельца кушает. Корм сухой. Добронесли ночью. Кузя уже размером с персика стал. С матрешкой сегодня едем на осмотр в ветеринарную клинику. Вообще кушает. Вчера Лентина купила ее. Такой важный. Такой вот. Вот его они вообще хорошо кушают. Взяла с курицей и с кроликом. Такой они хорошо едят. А все остальное ерунда. Ничего не кушают больше. Ну и сухой корм. Всем привет. Сегодня у нас 2 июля. Я была в поликлинике. Закрыла больничный. Я, наверное, не говорила. Если даже говорила, то вырезала из своих предыдущих видео, что я вышла на больничный после прививки. В общем, сделала прививку, доработала день. Потом я взяла подгул один. И потом меня вызвали на 2 рабочих дня в другую смену. Вот. А потом я взяла больничный. Вот сегодня я его закрыла. Ну, в общей сложности примерно я неделю на больничном присетила. Завтра надо на работу. Ну что ж. Съездили мы с матрешкой на осмотр. Ну, в принципе, все в порядке. Небольшой отек. Но это из-за того, что она все-таки лежит себе немножко брюшка. Вылезает из попона. Я никак не могу ее заставить в этой попоне ходить. В общем, ветеринар меня поругала. Сказала, что нужно потуже завязывать. Но я уже так и туго завязываю. Ладно, будем стараться. Вот. Завтра мне на работу. В ночь. Сегодняшняя ночь у меня пропадает. Потому что больничный с сегодняшним числом закрыт. А еще у нас только что прошел такой хороший дождик. Грибной. Сейчас покажу. Вот так смочила нам дорогу немножко. Лобовое стекло чуть-чуть тоже намочила. И все. Дождик шел примерно 3-4 минуты. Вот уже опять вышло солнышко. Яркое и жаркое. Ну, в принципе, сегодня не так жарко, как вчера было. Или позавчера. Позавчера было жарко, да. Вот такие у нас дела. Так что сегодня съездили с матрёкой к ветеринару. Сказала приехать через 5 дней. Ну, там как раз швы снимать будем. И сегодня у меня еще один день отдыха. Завтра у меня будет ночная смена. Ну, ночная смена только одна. Потом будет отсыпной и два выхода. Так что еще и продолжаем отдыхать. Ну, что ж. Нарядились мы с ней опять в попону. Пришлось вот так вот вокруг шеи завязать. Потому что она по-другому вылезает с нее. И то, похоже, она затягивается на ней. Я прям не знаю, что делать. Разрезать, что ли, вот так, чтобы она покороче была. Наверное, что-то такое придется придумать, иначе она задушится в ты попоне. Дай, матрюха. Ты маленькая. Ну, так-то она уже бегает, прыгает. Подожди ей. Дай поснимаемся. Матрюшка, давай поснимаемся чуть-чуть. Вот это, конечно... Хотя нет, нормально. Не давит она вот здесь ей. А хотя вот тут давит. Не знаю, что делать. Как тебя завязывать. Ладно, что-нибудь придумаем. Сейчас заходила домой. Смотрю, котенка подкинули. Оленька. Надо ее туда перетащить. Ой, Тимосик. Жена нет. Жена. Супит. Тут мясо положили, оно уже с духом. Воняет. Короче, я себе взять точно не могу. Ой, Тимоник. Глазик у нее. Ой, батюшки. Глазик надо полечить. Носик. Короче, я унесу этого ребеночка. Туда, где женщина кормит всех котят. Кошек. Там ее точно, наверное, покормят. Это вот туда вот. Где малышка? Кто это у нас? У нас, по-моему, мальчик или девочка? Не знаю. Где маленький? Сейчас надо будет глазик увеличить. Ну что ж, мы с ним обработали глазки. И тут и другое обработало. Отсюда много гноя вышло. На ладке. Ладка вся грязная укая. Вот. Маленький. Там еще и носик грязненький у него. Котенка. Я и так и не поняла, мальчика или девочка. В общем. Себе точно не буду забирать. Простите, извините, но у меня и так их очень много. Не худой. Видимо, только-только выкинули недавно. Есть там что-то в животике. Покормили, наверное. В общем, здесь остались. Женщина живет как раз вот примерно в этом отсеке. Она сюда приходит кормить кошек. Там тарелочки стоят. Обязательно его увидят, этого котенка. И покормят. Все, я пойду домой. Ливамицетин. Беру обратно в холодильник. Потому что его нужно в холодильнике хранить. Наверное, думаю, на сегодня все на этом. Спасибо всем за просмотр. Здоровья всем. Счастья, добра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok